Иван Грозный, тот, что из фильма Иван Васильевич меняет в профессию, глядя вот на все на это, сказал бы, красота-то какая, ляпота, жалко, что этого не видите. Ну, вот пока я тут сижу, да, вот солнце светит, на самом деле это тепло обманчивое. Сейчас здесь наверху 8 градусов всего, а внизу больше 20. Порывами находит такой жуткий вообще ледяной ветер, а вот там вот чуть-чуть, да, вообще там шел дождь. Здесь зашибись, вот поверьте честно. Я на втором этапе Чемпионата Европы в классическом Урале. Это Канары, но вы и так узнали. Друзья, мы на Канарах. У нас самый красивый царь Чемпионата Европы ожидает. Целых три дня интереснейшей борьбы нас ждет, а за моей спиной уже распинулся сервис-парк. Уже все в ожидании драйва и когда же уже начнутся гоночки, гоночки, гоночки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 С трудом нашел уголок, чтобы можно было так уединиться и спокойненько поговорить. Вообще, на самом деле, на Биваке достаточно шумно. Машины Риут. Ого-го. Гепортаж будет не совсем для нас обычный, если сказать больше совсем необычный. Но вы знаете, что тема нашего портала это все-таки вездеходы, внедорожники, полноприводные машины и все, что с ними связано. Включая там ралли-рейды, трофи-рейды. А тут вдруг легковушки, классическая ралли. Вроде не наша тема, да? Ну, это можно объяснить таким образом, что круг ралли-рейдов российских, он достаточно маленький и узкий. Ралли-рейные классические машины собирают на своих этапах, ну, я не знаю, там, в два, то и в три раза больше участников. Но вот именно в ралли-рейдовском кружке на Биваке ходит такая фраза, я не знаю, кто первоисточник. Типа, что ралли-рейды это гонки для стареющих раллистов или для раллистов на пенсии. Вот кто как говорит, но суть именно в этом. Ну, я думаю, что в этой шутке есть доля правды или доля шутки. Потому что, посмотрите, Вата Нинканкунин, Хирванин, это неизвестные раллисты, которые пришли в ралли-рейды и участвовали там какое-то время. Хирванин периодически сейчас выезжает. Себастьян Лёг, девятикратный чемпион мира по ралли ВРС, да, теперь гоняется в ралли-рейдах. Или звезда первой величины Носы Ралли Тия, который параллельно совмещает и свою часть в ралли-рейдах, и в трофи-рейдах. Ой, блин, в классическом ралли, в трофи-рейдах это, конечно, сильно. Так что, в общем-то, вполне возможно, что вот из этих вот 90 с лишним экипажей вполне есть люди, которые когда-нибудь придут и в ралли-рейды. Сегодня у нас был шейкдаун. Сейчас вот там экипажи готовятся к торжественному старту. Чуть-чуть все по-другому, да. Шейкдаун — это то, что у нас в ралли-рейдах называется прологом. Маленький, коротенький спецучасточек, по итогам которого первая десятка вы провели в стартовую позицию. Значит, как будет складываться наша работа? Хочу сказать сразу, снимать здесь просто крайне сложно. Ну, имеется в виду асфальт и в горах. Слева скалы, справа отбойник и обрыв, или наоборот, неважно, перемещаться невозможно, некуда прятаться от машины. Маршалы перекрывают все движение. Приходишь заранее, и вот встаешь вот на эту точку и бомбишь там от начала до конца. Или успеваешь на какой-нибудь там через один спецучасток, да. Ну, в равнинной гонке все по-другому. Сеть дорога другая, в конце концов, там все гораздо проще и, наверное, поинтереснее все-таки. Но всю борьбу вы можете посмотреть на Евроспорте. Они это все снимают и показывают день в день. К тому же, они потом предоставляют нам материалы нашей команде. Поэтому самые интересные вертолетные кадры вы посмотрите в нашем репортаже. Зрители, которые здесь, ну, просто огромнейшее количество. Это настолько приятно смотреть, когда вот люди приходят, ну, из-за каких-то конкретных экипажей, конечно, болеют, но приветствуют тотально всех. Вот просто Алексей Лукьянек, наш экипаж, и Алексей Арнаутов. Ну, вы не представляете, я думаю, что если они пойдут по Питеру, их никто не узнает. Здесь они идут, им подходят автографы, просят сфотографироваться, просят. Ну, это здорово, атмосфера праздника, автомобильного праздника. И вот сегодня был шейкдаун. Удивило, например, очень, что вот трасса проходит через какой-то маленький населенный пункт, как гора, где вот так вот улица, так улица, ресторанчик, магазинчик, ну, сколько там, ну, дай бог, несколько сотен народа-то живет, да. Уж не знаю, организаторы или муниципалитет поставили трибуны для зрителей. И вот эти трибуны заполнены. На подъездах стоят везде машины, где только можно понатыкать. Это вот все приехали посмотреть гонки. Ну, он действительно настоящий праздник. Ну, а помогать мне будет, вернее, так, наоборот, а помогать я буду Лине Арнаутовой, которая играется в пресс-эташе команды Russian Performance Motorsport. Она же, в общем, и расскажет, что здесь будет происходить. Что, все? Для тех, кто вообще не в курсе, что происходит, на самом деле мы находимся на ралли. И сегодня и вчера гонщики прописывают и ознакомливаются со спецучастками, которые будут задействованы на гонке. Им дается право два раза проехать по каждому спецучастку и записать стенограмму. Первый раз они едут, прописывают и пишут это. Почему стенограмму, собственно? Потому что чаще всего штурман пишет определенными значками короткими. То есть вот эти все интересные буковки и циферки означают крутизну поворотов, соответственно, они бывают левые и правые, и расстояние между ними. Можно просто будет послушать он-борд, запись внутри машины во время гонки. То, что говорит штурман, это именно так ему пилот на ознакомлении диктует и прописывает каждый поворот. А, смотрите, у него как раз вот носички на руле. Расскажи, что это такое за шаманство? Это для идиотов. Дело в том, что когда голова уже перегружается от такой плотной записи, то они очень неплохо подсказывают, все-таки в каком повороте мы находимся, хотя бы примерно. То есть ты поворачиваешь руль налево, у тебя вторая позиция получается здесь, и ты пишешь левый два. Совершенно верно. Левый два минус, потом 50 метров прямо, потом правый три, потом 70 метров. То есть надо Сергею подать так информацию, чтобы он, во-первых, ее воспринял, во-вторых, он ее выполнил. Не раньше, не позже. А для того, чтобы мне это правильно сделать, надо, чтобы это все было правильно записано. Потому что когда машина утрясет, все происходит очень быстро, никакого судьбура быть не должно. А кандидат каких-то, у чего? Экономических. Что экономим? Это, в смысле, это законченная в целом фраза. О, извиняюсь. Понятно, но тогда мы не будем мешать, спасибо. Да. Было познавательно. Я еще потом зову, как-нибудь дурацкий вопрос задам. Конечно, я-то не кандидат, но я пойму. Ага, да-да. Спасибо. Там у нас как раз ребята, к которым, видимо, вот господин Арнаутов делает зарядку, а теперь он с нами здоровается. Сейчас аркнем. Этот жест разработан нами специально для приветствия друг друга. Вот смотрите. У нас 4 механика, один гоночный инженер. Вообще, по правилам больших гонок, над машиной одновременно могут работать только 4 человека. На чемпионате мира у них даже такие бирочки, там, первый, второй, третий, четвертый номер. И даже бедняга-инженер не имеет права касаться машины, поэтому члены экипажа могут вам подойти, например, ватнуть штекер для того, чтобы он мог подключить ноутбук и удаленно смотреть, что происходит с машиной. Итак, мы внутри нашей боевой машины. Как вы видите, она тоже максимально облегчена относительно какого-то гражданского варианта. У нас тут нет ни шумоизоляции, ничего. Вот это у нас есть система пожаротушения автоматически. Запускается кнопочка, лишний огнетушитель на всякий случай. Рабочее место водителя, видите, во-первых, оно все максимально удалено для безопасности. Руль, рулевая колонка тоже достаточно простая, то есть минимально необходимые вещи. На руль наклеены кнопочки. Это система управления портовым компьютером, который показывает какую-то необходимую информацию. Ручник, ручной тормоз и коробка передач тоже максимально близко к рулю, чтобы Алексею не приходилось далеко переносить руку. Максимально быстро он может переключаться. Еще у нас секвентальная коробка, соответственно, она качается только вперед-назад. Как видите, педаль сцепления только имеет мизерные размеры, потому что по большому счету кулачковая коробка позволяет ей не пользоваться. Конечно, для старта в гражданском режиме и того, чтобы облегчить участь коробки сцепления ей пользоваться можно, но в боевом режиме stage mode ручник бросили, газ нажали, и она помчала сразу с места, ничего больше нажимать не надо. То есть только переключаешь передачи и все, и разгоняешься. То есть на гонке без сцепления. На гонке можно ехать без сцепления. Это воздухозаборник. Наверху машины наверняка наблюдали, такая есть специальная штукенция. Она позволяет экипажу благополучно дышать. На теплых гонках машина раскаляется до 60 градусов, плюс еще от двигателя жара. И я думаю, что экипаж бы просто вымер. Но за счет того, что просто когда ты едешь, набегающим воздухом тебя обдувает, то на гоночной секции вполне можно жить. На перегонах, как ни парадоксально, без этой штуки тоже плохо. А если остановился, то вот на жарких гонках, типа Кипра, вот становится совсем тяжко. Это общая консоль управления, на нее выведены все кнопки, которые важны. То есть это старт-стоп двигателя, включение режима так называемого, ну, боевого. Управление всеми лампочками, печками, вентиляторами, ну и там ряд вспомогательных кнопок. В общем, я бы так сказал, задница полная. Нам бы вот туда попасть, но это уже невозможно, потому что маршалащи все оцепили. И тут плевать, аккредитован ты, не аккредитован. Хочешь, там, 50 жилеток и бейджиков, ты все равно не пройдешь. Была, знаешь, какая мысль? Через, вон, видишь, чувак летит? Вот, вон, 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 синим. Вот через 100 болотца. Но это, это альпинизм. Блин. Короче, посмотрите, каким за дворком ходим. Реально проход не найти. Вот какая-то очередная тропинка, что из этого выйдет, я не знаю. Я так понимаю, скорее всего, нужно приезжать, вот нам вот туда, где люди стоят. Приезжать нужно вообще часа за 4, потому что, ну, триндец. Приехали за 2, все оцеплено. Но вот эта тропинка, похоже, все-таки выведет, скорее всего. Стало лазать по горам тут. Очень обидно. Неудобный спецчасов в прошлом году был значительно лучше, комфортнее. Парковки были ближе, но только с асфальтовой гонкой ничего не поняла еще. Что дали, то и, то лишь снимаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 автоспорта которая продолжается целых три дня это три гоночных дня у нас они позади первое место и мы наконец сейчас ожидаем церемонию награждения обычно ей все и завершается я конечно ожидал по-другому провести эту гонку и подняться на подиум не так как это вышло все-таки в борьбе но получилось как получилось и и может быть есть какая-то конечно вселенская справедливости за пропавший усилитель руля и то что мы вчера большую часть дистанции проехали без него сегодня все шло очень гладко вот но к сожалению конечно неудача наших товарищей продвинула нас на подиум и как мы посчитали мы продвинулись на первое место чемпионате 1000 чертей проклятые локи шикарно шикарно такое ощущение что весь еврейский народ сегодня молился за нас сначала 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 устранили алонсо потом зелин да сам устранился не всегда же ему на подиум приезжать потому что у нас проблемы победить три раза подряд это очень приятно мы перед гонкой надеялись конечно надеялись показать хороший результат отличный результат прекрасный результат волшебный результат лёша молодец два литва и два лёша молодец так что ну все получилось мы мы молодцы мечтаю ехали круто достойно учитывая что у нас не такая большая тренировочная программа он даже почти не ругался ему просто было некогда он там рулил да в принципе без проблем ну так попугали какой-то отбойник в разных двух местах во все остальное ровно хорошо и вообще замечательно команда молодец и колеса молодец и ты молодец и ты молодец и вы молодцы что болели лука скоро заедет на подиум и здесь все больше больше становится зрители но это просто вот реально в городе праздник автоспорт это приятно осознавать видеть во всех газетах пишут про на спорт журналы тут много прямых трансляций спасибо спасибо спасибо